За минувшие 7 дней мы узнали сразу о нескольких резонансных случаях подростковой жестокости. Конфликт старшеклассников в Алматинской области закончился смертью одного из них. Роковым стал сильный удар ногой в грудь от сверстника. А на следующий день близкий друг погибшего школьника наложил на себя руки и в записке попросил похоронить его рядом с ним. Ужасная трагедия. В сети появились кадры избиения воспитанницы одной спецшкол-интерната для детей-сирот Павлодарской области. В Управлении образования заявили, проведут служебное расследование и рассмотрят дисциплинарные меры для должностных лиц. Или вот от РАУ. Оплеухи по лицу постепенно превращаются в жестокое избиение. Будто не подростки это, а какие-то дикие звери. Чиновники уже успели заявить о проведенных профилактических беседах с учащимися родителями и педагогами. Ну а дальше-то что? Моя коллега Мария Парфенова задалась этим вопросом еще несколько недель назад и готовит подробный разбор непростой темы, которую мы покажем на следующей неделе. Репортаж из единственной в Казахстане колонии для несовершеннолетних. Сравнение статистики. То есть действительно ли в наше время такого не было? А главное, насколько хорошо работает профилактика, чтобы не приходилось потом кому-то извиняться или, что намного хуже, детей хоронить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!